Вот эти забавные хасиды будут называться. Да, 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 да. Бе-бе-корабляцкой формы. Приедут порядка 75-80 раввинов со всего Союза. Сюда в бар? Так ты снял хотя бы, как её готовят? Не запасной, а служебной. Хорошо в деревне летом. Пристаёт говнок, что тебе летом. Нет, не так. В октябре, в октябре не трещат кузнечики, Заготовленные дрова на зиму для печек. Когда мне в школе задали выучить стихотворение про осень, это было в классе в четвёртом, я нашёл у маршака вот это стихотворение. Мне за него поставили два. Почему? До сих пор не могу понять. Но не об этом. Мороз и солнце, день чудесный, Ещё ты дремлешь, друг, прелестный. Вот это уже ближе к атмосфере, Которая меня сейчас окружает. Сашка, наверное, снял дрова. А вот если он снимет солнце, То получится, что я всё правильно рассказал про то, Как это всё выглядит. А начал я со стихов о лете. Знаете почему? Потому что вот сейчас в этой зимней идиллии Очень хочется вспоминать о жарких, Уютных, прекрасных летних вечерах В городе Калининграде, В котором мы провели не так много времени, Но сняли столько, И если бы Сашка полномерно всё показывал, Вы бы давно уже всё посмотрели. А так, видите, мы уже ушли в зиму. Что же вас ждёт в этом выпуске из Калининграда? Вас ждут чудеса. Знаете, в фильме «Бриллинтовая рука», Когда Мордюкова говорит, Я не удивлюсь, если он... Помните эту реплику её? А первоначально в сценарии было написано, Вместо любовницы было написано «Синагога». Я не удивлюсь, если он тайно посещает синагогу. Но цензура выморвала. Слово «стрёмная синагога». Но мы ничего не боимся. И мы приглашаем вас В солнечный летний Калининград, Где, если вы начнёте день С посещения синагоги, То вечером вы очень легко Можете оказаться в Лондоне. Тайно, вещай любовницу. А куда ты денешься с подводной лодки? В общем, всё это в выпуске, Который Сашка, я надеюсь, когда-нибудь выложит. Может быть, в следующий раз Я здесь буду стоять, уже листья будут, А он всё никак не выложит и не выложит. Саш, выложу уже. Историческое здание синагоги Кенинсбергской. Она здесь была В немецкие времена, Потом, естественно, во времена Гитлера Её разрушили, Что с его точки зрения абсолютно логично. А сравнительно недавно Её восстановили. Здесь было на этом месте Стоял цирк, Который тоже потихоньку пришёл в упадок. Цирк разрушили И поставили здание синагоги. Но цирк никуда не делся. Он вроде сдулся, Но опять надулся Рядом с синагогой. Вон, это такой маленький цирк. Ну, чисто цирк. Ну, просто цирк. Синагога в городе Калининграде Была уничтожена Знаменитую Хрустальную ночь 9 ноября 1938 года. Хрустальная ночь Это когда Начались, пожалуй, Первые погромы Еврейские в Германии. Причём хрустальные Разбивали витрины Магазинов, Нужавших евреям. Всё было засыпано стеклом. Отсюда это выражение пошло. Дальше начались Гонения, погромы и так далее. С этой хрустальной ночи Может быть и начался Холокост, Который уничтожил Впоследствии Миллионы евреев. Это было задолго до того, Как террористы Хамаса Напали на Израиль, Убивая всех на своём пути. И синагога эта была Построена На том же самом месте, Можно сказать, Восстановлена Спустя 80 лет После тех жутких событий В 2018 году. И сейчас она стала Таким значимым Культурным и духовным центром И для жителей Калининграда, И для гостей этого моря. Вот любой другой вам рассказал Про историю этой синагоги, Как убирали цирк, Как строили это здание, Как образовался новый цирк. А мы будем говорить про другое. Естественно, Мы же программа Съедобная-съедобная, А рядом стоит Наташа. А раз стоит Наташа, Значит, мы будем говорить про халлу. Наташа, что такое халла? Халла – это традиционный Субботний еврейский хлеб. Помимо традиции, Оно еще очень символичный Для евреев. Потому что посыпка, Которая посыпается халла, Символизирует манну небесную, Пропитание. А чем она посыпается? Посыпается маком и кунжутом. Каждая косичка, У нас же много евреев, Все они разные. Евреев у нас много. Да, и у каждой в традициях Разное очень плетение. И каждое плетение, Оно что-то символизирует. Самое традиционное объяснение, Это символ сплетения Любви, Правосудия и веры. Вот это вот самая простая Косичка из трех. То есть инь и янь. Да, да. Глубокие, Ну, уходящие корнями Далеко-далеко Символизм. Прекрасно. Ведь я помню, Раньше халы продавались Просто в любой булочной Можно было купить халлу. Такие да, такие да. Она продавалась не только по субботам. Ну нет, это было не в еврейских кварталах. А откуда оно пришло? В Советском Союзе откуда оно пришло? Такие от евреев. А как оно внедрилось в булочную нашу? Эта хала была очень вкусная. Я помню, мы жили в коммуналке На скатеркном переулке. Нам ходила, Молошница ходила, Приносила молоко. И хлебница, Или как называется, булочница. Да, булочница. Ее ломали. Она была вкусная. Куда она пропала? Может быть, потому что Правосудие ушло из нашей страны, И хала распалась. Это уже политика. Осталось только любовь. И кто там еще? Третий. И вера. Ушло правосудие, Осталось любовь и вера. А надежда, Которая умирает последней. Да. А мы плетем халу из четырех. То есть мы туда что-то свое вплетаем. Что это четвертое? Любовь, правосудие, вера и четвертое. Придумайте сами. Надежда. Вы же умные, Придумайте сами. Да. Вот я сколько я теперь узнал. И я узнал, Хотя уж он говорил, Я все знаю. Ни хрена он не знает. Так ты снял хотя бы, Как ее готовят? Да. Ну, тогда все. Значит, и попробуйте, Раз сняли. Это вот мы сейчас делаем халу. Мы раскатываем до жгутики на халу. А как часто это мы делаем? В смысле? Как часто? Ну, мы печем на шабад. То есть раз в неделю. Раз в неделю, в пятницу. Мало это традиционные еврейские законники. Вот вы мне будете рассказывать про евреев. Какие вы задали его. Вот я бы так не смог, Такую косичку. Дело времени и опыта. И сколько вы их сделаете сегодня? Сегодня? Да. Около 25 штук. А их что, приходите, покупают? Какая красота, я чувствую, я милую, узнаю по плетенке. Какая красивая, прекрасная халва. Ой, я пахнет. А запах? Я говорю, пахнет, это и есть запах. Я говорю, ах, пахнет. Она даже говорит, а запах. Она слиняет. Значит, ее надо отламывать, да? Да. Ее не подают, как хлеб, соль, нет? Нет. Халва. Ну, соль макают. Макают соль, ладно. Ну, вот посмотрите, как тянется. Она горячая. Она пахнет детством. И как мы выяснили, она объединяет у нас любовь, верность. Нет, это разные противоположные. Это не одно, другое исключение. Любовь. Нет, оно друг друга дополняет. Напомню, Наташа, я забыл. Что у нас? Любовь. Любовь. Вера. Вера, вот, неверность, да. Вера. Дальше. И правосудие. И правосудие. А у нас 4 лет их самых. Поэтому мы... И еще 3, 4 мы придумываем. Надежда, которая умирает. Которая у нас не умирает. Ну, просто это практически тост. Ура. Надежда не умирает никогда. Я не то, что я, первое, я уже был в синагоге. Я никогда не был в Ленинграде. Стало быть, я никогда не был в калининградской синагоге. Это же логично. Вот. Я хочу просто показать нашим зрителям, вот, как встречают в синагогах, во всех синагогах Ленинграда. Именно так встречают. Казалось бы, да. Все, что вы видите, все на столе, все это роскошно, шикарно, вы не знаете одного. В чем самый цимис? Цимис, ради которого мы сюда пришли. Только чисто для того, чтобы вам рассказать про это блюдо. Вот он, цимис. Это, можно сказать, такую рагу из моркови с добавлением чего угодно. Есть куча вариантов, что добавляются. Цимис, и изюм, и какие-то фрукты. Это неважно. Это, казалось бы, простое, в то же время очень изысканное блюдо, которое считается деликатесом. И его вообще подают на Новый год в основном. Ну, сегодня, когда мы приходим, всегда Новый год. Его подают по разным праздникам. А для нас всегда праздник, когда мы в синагоге Калининграда находимся. И надо выпить. Надо выпить, потому что цимис вообще, в переводе уже на русский язык, это самое то, самое оно. Самое... То есть, вот этот вот деликатесный десерт, это самое оно. Поэтому я хочу пожелать всем, кто нас смотрит, здоровья, счастья и мира. Как это сказать по... Лыхаем. Ну, давайте. Ну, все. Ну, давайте, да. За ваш приезд. Ура. Я думаю, вряд ли вы увидите. Бе... Бе-12 Называется этот поразительный самолет «Амфибия», который мог взлетать как с суши, так и с моря. Кстати, произвели его в 70-м году прошлого века. И он до сих пор выглядит, как совершенное чудо техники. Вообще, я всегда спрашивал, а что бы можно посмотреть в Калининграде, помимо ресторанов и всяких рынков? И все говорят, ну как, музей Мирового океана, там много экспонатов. Мы не поленились, пришли сюда, и действительно, здесь дофига экспонатов интересных. Но главной фишкой, главной изюминкой, главной очередью здесь является экспонат под названием ПЛБ-413. И мы, естественно, туда пойдем, потому что лодка историческая, она чуть ли не участвовала в Карибском кризисе, построенная в 70-х годах, была в Гаване. И нам очень интересно посмотреть на нее с точки зрения программы «Съедобные и несъедобные». Пошли. ПЛБ-413. Это кают-компания, собственно, мы же съедобные и несъедобные. Вот здесь экипаж принимал трапезы, обедал, ужинал. Это съедобное. А несъедобное, если случались какие-то медицинские острые случаи, то обеденный стол превращался в стол операционный. Здесь проводили операции, видите, эти лампы, как настоящие операционные. И нигде не было написано, кто был командиром этой подводной лодки. Ну, вот теперь я понимаю, что командиром подводной лодки был Путин Владимирович. Иначе как объяснить его здесь присутствие в морской форме? Пошли дальше. Уже сняли. Это центральный пост. Так, все, я не хочу больше здесь ходить. Я вас три раза ударил. Дурацкая лодка. А это вертикальная зрительная труба с оптикой и устройством. Азиматальным полуповведением пересмотрен. Находится прикалывание. Мне интересно одно. Возвращаться тоже надо быть так, или есть какой-то запасной выход. Ну, только чисто Одесский вариант. А на вашей лодке есть запасной выход? А то я ей уже голову отбил об эти ваши переходы. Не запасной, а служебный. Так. Дизель для передвижения в надул. Вот, рубка особого назначения. Здесь какой-нибудь, наверное, ГБИС сидел. А вот это рубка ЗАС. Она вообще забита. То есть, это полная секретность, наверное. Потому что ничего даже не видно. А это что такое? Компания Старшин. Неплохо устроил. Старшин это жили лучше. Их вряд ли здесь оперировали. Смотрите, там что-то не императорский фарфор у них. А вот командир БЧ-5. Что такое БЧ-5? Ну, благо мы теперь знаем, кто это. Вот он сидит. Смотрите. Привет, старик. Что ты надулся-то так? Ну, сейчас поднимемся и выйдешь на берег. Ну, не надо так. Лишь надулся. Ну, а вот, собственно, ради чего мы сюда пришли. Вот ради этого помещения, которое называется кампус или кухня. Здесь повар или кок готовил для экипажа и для командирского состава. Знаете, как устроена плита. При любой качке, тряске ни кастрюли, ни чайники, ни бедра не улетят. Места мало, но продумано. Здесь вот хочется что-нибудь приготовить, но закрыть. Так. Два. Мы с приятелем вдвоем работали на дизеле. Два дизель компрессора. Это плохо консультировать. Для дизеля. В отсеке расположены. Рубка гидроакустиков. Где действует? Да я уже доходил. Уже сняли. Третий отсек. Это центральная реческая Варшавянка. Знаете выражение? А куда ты денешься с подводной лодкой? Подводная лодка третьего поколения. А, очень просто. Надо читать план эвакуации. И сразу будет понятно, откуда, куда можно деваться. Я думал, что я дядя такого номера. Это плохой анекдот. Неожиданный переход. Ну, у нас все переходы неожиданные в нашей программе. Мы только что были в синагоге и испытали, можно, наверное, так сказать, испытали сами цимис. Да. Это потрясающее наслаждение, неожиданное, глубинное. А не успели мы насладиться этим цимисом, как мы приходим в гастропоплонную. С какого перепуга? Вообще непонятно. Вот этот перепуг. Перепуг, да. Володя Касман, который, я не знаю, как его представить, он замечательный человек. Он предприниматель. И на дуде игрец. И на дуде игрец. Он возродил синагогу. Ему прилежит этот ресторан и много чего в его жизни очень хорошего, правильного. Я вас еще приглашаю на джазовый фестиваль. И джазовый фестиваль. Который мы 17 лет делали. В общем, вот знакомец с Володей. Он нас пригласил в этот паб. Слышал, что там потрясающий, колоритный, управляющий создатель всего этого антуража. Володь, пару слов, что нас сейчас там ждет? И что это ты рассказывал про это здание? Это что такое? Это консульство Советского Союза в Кёнигсберге. И оно потом было во время войны разрушено, вот этот фасад. Потом восстановлен, потом был здесь известный... То есть, это значит, когда? Это 30-е годы? Да, 30-е годы. До Гитлера. До того. До того. Значит, до того здесь было советское консульство, потом пришел Гитлер, потом были страшные истории Холокоста и с уничтожением евреев. Это страшная история, которая тоже происходила здесь. Потом Красная Армия выбила немцев отсюда. И потом это стало... Контрибуция, да. Кёнигсберг стал называться Калининградом. И консульство потеряло всякий смысл, потому что это уже было СССР. Ну да. И Володя открыл здесь Пап-Мондон, чтобы свято место пусто не было. Да, но до этого здесь еще был Дары моря, такой известный, популярный в Калининграде рыбный магазин, где делали бутерброды с килечкой, там все правильно. И водочку, типа рюмочную. Да, рюмочную. Ну это большой магазин был, там из-подвала. Но я, к сожалению, этого ничего не достал. Я вообще-то, как говорится, очень смешной. Ну, брекча, это есть такой минерал, так он из сего и сила. Я еврей из Чечни. И родился в городе Грозный. Да, вот такой набор. Родился, и вот как только Володь сказал, сразу пошел дождь. Какая связь, не понимаю. Плачет, плачет. В Чечне плачет, да. Такие дела. Ну, хорошо. Хочется, столько говорим, а хочется хлопнуть рюмочку. Пойдемте, выпьем, закусим, по-простому, по-калининградски, со струганиной. Вот даже я боюсь уже этого слова, уже куда мы не приходим, говорит, только у нас строганина. Мы были в 17-ти местах, и там предложили 18 видов строганины. У вас тоже есть строганина? Наша строганина, вообще, первоисточник. Да? Конечно. Ну, как? Ну, о чем вы? Где вы были, ребята? Первоисточник строганины был Папа Карло. Он построгал Буранти-Буратино. Ну, невкусно. Просто, ребят, я же вам уже говорил, вы не в тех местах были. Вот, два в Калининграде, только два места. Это синагога с ее кошерной столовой и гастропап Лондон. С свиными ребрышками барбеку. Ну, это нельзя так, меня же равины повесят. Ага. Да. Ну, хорошо. И, кстати, я вас приглашаю заранее. Оказывается, в общем, 28 мая уже есть дата следующего года. И здесь приедут порядка 75-80 раввинов со всего Союза. Сюда в бар? Не в бар, а в синагогу. Раз в год они собираются, эти хасиды. Значит, вот, очень интересно. Это очень хочется посмотреть. Я столько хасидов никогда в жизни не видел. Семь, да, 75. Еще их семьи, они же многодетные. Да, да. Как будем размещать? Ну, мы снимем программу, через год эти забавные хасиды будут. Да, 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 они же любят танцевать. Любят, это... Пошли хлопнем. Да, пошли хлопнем. Да. Спасибо. Так, это Антон Брэншеф. Это Лондон. Это кто? Это калкан. Это подвид балтийский калкана, который... Так, что это там? Это пивной сет. Что это? Пивной сет. Это пивной сет. Это... Это разные... Разные виды пива. Совершенно верно. Да, это лишь малая часть того, что у нас можно попробовать. Ой, ну... Я не был готов, но, тем не менее... Нет, что я глупости говорю. Я всегда готов к любому пивному пивному сету. Тогда смотрите, мы сейчас разделяем. Я буду работать по пиву, а вы мне рассказываете, что это такое. С чего я начинаю? По пиву это не ко мне. Тогда ко мне. Про калкан рассказать. Калкан это заходит на нерест у нас его весной влагают. Это тюрбо. Это камбало. То есть, да, во Франции это называется тюрбо. Есть и подвиды черноморские. Он распространен от северных морей, Балтиспорт, до Средиземного и Черного моря. Вот будем готовить мы его с молодым картофелем и с морщками. Это неотъемлемая часть царской кухни. Как-то сейчас не сезон, чтобы сморщить. Ну, мы их заготавливаем специально весной. Вот прям вот коллективом. Это такие вы сами их собираете? Да, да. Мы коллективом выходим, собираем и потом для специального предложения. Кстати, вот у нас будет меню и всегда ограничено, потому что их не очень много. Ну, это царская рыба, хотелось бы сказать, царский гриб. Да. Сморщок. Мне даже как-то попадалось в меню восемьцовому расписанное. И там вот именно сморщки тушеные в сметане были. Вот сегодня мы их приготовили. Восемьцов здесь не жил. Нам хорошо бы, что он здесь жил. Тогда мы скажем, нет? Хотя бы. А знаешь, чтобы Восемьцов здесь жил? Знаю, говорят. Восемьцов? Да. Я не слышал об этом. А они все знают. Знаешь, ребята все знают. Смотря какой Восемьцов? Петр Андреевич. Их-то несколько было. Петр Андреевич, Виктор Тимофеевич и Лена Восемьцов. У него фамилия 2Ф в конце. Восемьцов, Елена. И все они ели здесь. Сморщики. Так, как мы это будем? Надо на кухню уже, наверное, идти. Мы не можем все время пить пиво и смотреть на рыбу. Да. Все, идет готовить? Да. А вы едите, а я с пивом останусь. Илья, иди готовить рыбу. Ты же любишь? Илья обожает рыбу готовить. А я люблю смотреть, как он смотрит на рыбу, потому что он ее не ест. У него аллергия. Прекрасно. Тогда в путь. Тогда в путь. И вот у нас жарится калкан. Приблизительно с каждой стороны он у нас порядка 10-15 минут. На меденном огне. Отдельная икра с него достается, потому что если в нем, она будет не прожаренная. В результате у нас вот эта корочка вся, просто объедение. Каждый плавничок, как семечко, в том числе жаберные крышки, голова практически без остатка съедается. Вот этот калкан у нас весил 1,2 кг. Так вообще калканы на моей памяти ловили такие, что вот огромные, даже в тазы не влезали. Это прямо вот динозавры были. Но сейчас таких, к сожалению, попадаются очень редко. Картофель мы обжарим на сливочном масле. Добавим в него укроп. А сморчки протушим в сметане и подадим отдельно. Знаете, ведь на самом деле мы, когда путешествуем, мы точки выбираем благодаря нашим друзьям, которые образовываются неожиданно, по вашим советам, рекомендациям. И, как правило, все оказывается безошибочно и вами проверено. Вот мы приехали в Калининград. И все рекомендуют. То, все, 5-10. И кто-то уже несколько человек говорит, зайдите в Пап Лондон. Ну, господи, говна пирога. Пап Лондон. Ну, в каждом городе есть Пап Лондон. Он говорит, нет, вы зайдите туда. Там вообще божественно. И там прекрасный, колоритнейший Андрей. И вы будете влюблены, покорены. Вот это все произошло. Мы пришли сюда. Вот прекрасный, колоритнейший, замечательный Андрей. Мы уже покорены. Потому что мы вчера, честно говоря, мы вчера пришли. Уже в ночи хлопнули немножко крепких напитков. Познакомились с Андреем. И мы решили, что мы каждый день будем сюда ходить. Но, Андрей, можешь рассказать пару слов вообще? Почему действительно в Калининграде вдруг Пап? Ну, во-первых, мне достался он по наследству. Скажу сразу, идея английского Папа не моя. Это идея Владимира Ильича Кацмана. Много лет назад он привлек меня как архитектора. И помимо того, что у меня в жизни помимо архитектуры было еще увлечение. Это шоу-бизнес, как я его называю. Я занимался организацией, проектированием, организацией наших клубов, дискотек. И мы с ним сделали совместный проект. Он стал очень популярен в нашем городе. И он говорит, давай посотрудничаем и на Ниве рестораторства. Ну, ресторатор на первом этапе из меня был как из дерьмопуля, но я старался. Я где-то там учился, я такой упорночек. И когда вот зашел уже на территорию Лондона, то я... На территории Лондона в прямом смысле или в этом? В прямом смысле в таком. Да, я очень, так сказать, трепетно отношусь к Британии. Неоднократно бывал там, наверное. Это может звучит банально, но мне нравился. Я все время ищу какие-то аллюзии наших двух великих держав, двух империй. Ну, это уже лирика. И так, когда я пришел сюда, Лондон был несколько другим. Интерьер был менее журым. И я был вдохновлен кино «Король говорит», если вы помните, с Колином Фёрдом. Там великолепные декорации. И, помимо всего, мне помог наш замечательный друг, британский профессор. Мы с ним не просто сотрудничали, но и дружили он. И он отбирал всю коллекцию, потому что здесь экспонаты на стенах и всякая мелкая утварь. Это не просто блошиный рынок Англии. Это не просто какие-то случайно модные или не модные вещи, навешанные на стены родоведита. Нет, этот человек вдохнул именно в каждую вещь идею о том, чтобы мы почувствовали, что люди, они все, в принципе, одинаковые. Им свойственны радости, огорчения, какие-то сиюминутные слабости. И паб – это то место, где зачастую все эти чувства, как нигде, обнажаются, если надо сказать. Я сделал этот паб и вдохнул в него эту жизнь. И она откликнулась в душах не только калининградцев, но и гостей города. И так родилась вот эта незабываемая атмосфера Паба Лондона. Да, я могу без гордости сказать, что иностранные гости, которые попадают сюда, часто говорят, ну, знаете, как дома? И вот как я развернута вам ответил. Да, вы правильно ответили, потому что я тоже, у меня нелегкая судьбинушка забрасывала в Британию, в эту недружественную страну. И я тоже бывал в пабах. И паб – это же как в Англии есть выражение apple pie order. Яблочный пирог делается только по такому рецепту. Это классический англит. Так же, как и паб. Он, зайдите в любой точке. Лондон, мы даже помнишь, Илья, снимали самый маленький паб в мире. Он что-то метр на полтора в предместьях Лондона. Но он все равно выдержан в классических канонах. И точно так же построен этот паб. Здесь очень, можно сказать, неленивые декорации, интерьер. И атмосфера действительно настоящая. Вот, пожалуйста. А это наша подача. Чем она отличается от остальных, что это на самом деле? Прямо настрогана каждая тоненькая штучка. Сейчас вы, когда будете пробовать, только польете соусом в сочетании с луком комнатной температуры. Это мгновенно растает. Это не надо будет крошить. Делать из этого какой-то тартар. И, соответственно, подача, которая стремится к потолку. И визуал, которого нет ни у кого. Глупость была, что мы раньше снимали Строганину. Когда выяснилось, вот кто ее придумал. Если я всегда думал... Ну, я ни в коем случае ее не придумал. Я на это не претендуй. Но участие в запуске коммерческом принимал первым. То есть ресторан, в котором я работал, он первый запустил Строганину. Все думали, что папа Строганины папа Карла, а оказался Антон. Он настрогал. Значит, что с ней делать? То есть не надо смешивать все ингредиенты. Можно попробовать рыба свежайшая. Вы должны попробовать натуральный вкус рыбы, допустим, просто с перчиком. Просто с солью. Без ничего. Потом попробовать с соусом. Немножко с лимончиком. А вот, пожалуйста. Ну, надо всю ее бодрить. Ну, или ладно. Нет, попробуйте. Вот просто кусочек свежей натуральной рыбы. Хорошо. Я не могу. Есть знаменитая поговорка русская. Селедку без водки даже собака не ест. А следующий уже с соусом. Давайте. У нас же такая прекрасная компания. Тогда всем делать. Давайте. Тогда не будем умничать. Да, это особенно. Деньки сердца вашего хлебащика. Все до этого было при любви. Ура! СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Субтитры подогнал «Симон»